Привет, меня зовут Арсений и ты на канале Игроман. Это необычная мышка, подсветку которой сделана почти что вкруговую. Ее в конце этого видео мы разыграем, поэтому досматривай до конца. Ну а мы начинаем! Сама мышь от компании Thunder X3, модель AM7. Вышла действительно недавно, буквально полгода назад. Комплектация у мышки отличается от обычной, поскольку мышка достаточно дорогая, стоит около 100 баксов. В комплекте в самой коробке мы найдем помимо обычной инструкции по эксплуатации на различных языках, а также гарантийного, при этом всем неплохого такого талона. Также две наклейки, но больше всего, что мне понравилось, так это комплект дополнительных тефлоновых ножек. Стоимость этой мышки, как я уже и сказал ранее, в районе 100 долларов, то есть примерно 5-6 тысяч рублей. Лучшее предложение я смог найти только на Е-каталоге, потому что именно там есть сортировка по стоимости. Также при возникновении технических вопросов, в частности о весе этой мышки, так как мне она показалась очень тяжелой, я также обратился в Е-каталог и зашел в раздел описания, где нашел, что вес этой мышки составляет примерно 118 грамм. Поскольку у этой мышки отличительная особенность это ее подсветка, которая создает иллюзию впечатления круговой, я попытался найти конкурентов за ту же стоимость плюс-минус с похожей подсветкой. И как вы сейчас можете лицезреть, за эту стоимость конкурентов у этой мышки хоть отбавляй. Правда вот с такой подсветкой поискать придется очень даже хорошо. Ну а если у вас так же, как и у меня, возник вопрос по игровым девайсам и их характеристикам, да и в целом по любым гаджетам, то переходите в Е-каталог по ссылке в описании. Сравнивайте цены, характеристики и гаджеты между собой и выбирайте лучшие. Форма у этой мышки абсолютно симметрична, то есть она пойдет как для левшей, так и для правшей. По форме мышка мне очень напоминает Rival 110 как минимум. При этом всем по размерам эту мышку я смог сопоставить с Motospeed V70. Она плюс-минус одинаковая по размерам и чуть больше, чем Logitech G102. Конструктивно основные кнопки у этой мыши отделены от корпуса, но при этом все никаких люфтов и скрипов я за все время эксплуатации и разборки-сборки этой мыши также не обнаружил. Также сверху у нас расположена достаточно большая кнопка переключения DPI, индикаторы которой расположены у нас справа и слева, по бокам. Решение по материалам у этой мышки максимально обычное. Вся мышь выполнена целиком из матового пластика. Достаточно практичное решение, поскольку матовый, по крайней мере, этот пластик не так уж и часто марается. А вот по бокам у этой мышки решение разработчиков мне понравилось, поскольку мышка достаточно маленькая и, наверное, у многих будет выскальзывать из рук при потных катках. По бокам нанесли маленькие тонкие резинки. При этом все они никак не мараются и не зацаряются, поскольку сами по себе они тонкие. Но достаточно классно и четко увеличивают цепкость этой мышки у вас в ладони. Как уже было сказано ранее, основные кнопки у этой мышки не люфтят и это касается всего корпуса мышки, поскольку мышь собрана хорошо, качественно и щели и зазоры на самом деле минимальные. Вес у этой мышки 118 грамм и лично для меня эта мышка показалась очень даже тяжелой. Я решил ее разобрать и надеялся, что внутри найду какой-нибудь грузик или сюрприз а-ля Блади. Но на самом деле, разобрав эту мышку, внутри обнаружило лишь огромное количество различных материалов, в том числе пластика, который и формирует по большей части основной вес этой мышки. Таким образом, даже разобрав эту мышку, уменьшить ее вес, к сожалению, никак без колхозных способов не получится. Увы. Провод у этой мышки мне не понравился, особенно учитывая ее стоимость. Кстати, когда-то эта мышка стоила аж 4000 рублей. Узнала также при помощи Е-каталога, ссылка на который находится внизу в описании. Но, тем не менее, провод даже для мышки за 4000 здесь мне не нравится совсем. Поскольку, да, он в тканевой оплетке, но она максимально жесткая и не распрямляется. Фиксится это двумя способами. Первый, это покупка кабеля-держателя, который используют многие киберспортсмены. Ну, а вторая, чуть позапаристей, это конкретно замена самой оплетки, ну или же провода в целом. Тефлоновые ножки у этой мышки мне также не очень понравились. Поскольку, во-первых, они очень маленькие и их всего три. Ножки тефлоновые вокруг сенсора у нас также нет. Но при этом всем у нас есть небольшой бонус в виде запасных тефлоновых ножек. Правда, я бы этот комплект сразу же наклеил поверх бы стандартных, чтобы тем самым увеличить их, собственно говоря, ширину. Ну, а вот сенсор соответствует полностью стоимости этой мышки. Здесь стоит сенсор 3360 от Pixart. Этот сенсор является одним из самых лучших на данный момент. Никакой угловой привязки здесь нет. Ну и, собственно говоря, максимальное разрешение и чувствительность этой мышки доходит аж до 12000 DPI. В CSGO этот сенсор ведет себя очень даже неплохо. Но вот лично мне сама по себе мышка вкупе с ее весом не очень зашла, поскольку я до этого пользовался как основной мышкой Zowie EC1B. И она намного легче, чем данный грызун. Поэтому мне пришлось немножко привыкать. Под основными кнопками находятся мегарики на 20 миллионов нажатий. Это белые амроны. У них достаточно тихий по сравнению с той же самой Zowie, которой я пользовался как основной. Продолжение следует... По энкодеру могу сказать, что здесь энкодер просто отменный. Это энкодер у нас от Alps. При этом всем отсечки здесь максимально четкие. Явно никаких люфтов и скрипов у самого колесика нет. Кстати, колесико произненное и имеет отдельный SMD светодиод для подсветки именно его. Разобрав эту мышку, внутри обнаружил впаянные снизу по периметру 20 SMD светодиодов. Они очень яркие и обеспечивают классную подсветку в любое время суток. Неважно играете ли вы днем или ночью, подсветка будет видна всегда. При этом всем вкупе с хорошим процессором, который находится в этой мышке, переливание очень плавное и обеспечивает классные визуальные эффекты. На руку этим же визуальным эффектом также играет классная рассеивающая подложка, которую мы с вами можем наблюдать снаружи. На самом деле создается эффект, что у этой мышки подсветка расположена прямо на 360 градусов. Но на самом деле этот эффект обманчивый, поскольку спереди у этой мышки никакой подсветки, к сожалению, нет. Софт немаловажная часть любого грызуна, тем более игрового. У продукции Thunder X3 есть общий софт, который называется Hex. В софте у этой мышки можно регулировать абсолютно все, начиная от включения и выключения угловой привязки, заканчивая регулированием высотой отрыва этой мышки. Высота отрыва здесь регулируется от 1 до 5 мм. Также здесь можно регулировать скорость прокрутки колесика, и при этом всем также можно регулировать, конечно же, разрешение этой мышки. С шагом, правда, всего лишь в 100 dpi. Это достаточно большой, как по мне, шаг. То есть можно было бы сделать, на самом деле, и шаг в 10, ну или хотя бы в 50 dpi, чтобы можно было настроить чувствительность мышки точно под себя. Поскольку мышка полностью симметричная, в софте можно переключить и настроить режим управления рукой. То есть вы играете либо левой, либо правой рукой, и в софте это можно отметить, для того, чтобы кнопки и их настройка, соответственно, менялась зеркально. Ну и, конечно же, у этой мышки можно переназначить абсолютно все клавиши под себя. Эта мышка идеально подойдет для пальцевого, ладонного и когтевого хвата владельцам маленьких и средних ладоней. Для владельцев большой руки, большой ладони, эта мышка подойдет только лишь для когтевого хвата или же пальцевого. Причем расположение пальцев лично мне понравилось только лишь одно. Это 1-3-1. 1-2-2 мне так привычно не понравилось, поскольку безымянным пальцем и мизинцем я совершал фантомное нажатие боковых правых клавиш. Ну а теперь самое приятное это розыгрыш этой мышки. Для участия нужно всего лишь оставить несколько комментариев, можно один, можно несколько, под этим видео. Также не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и включать колокольчик. Это также важно. Более подробные условия вы можете найти в описании к этому видео. Итоги подведу через 2 недели на этом канале в прямом эфире. Ну а это наш обзор подошел к концу. Надеюсь, он тебе понравился. Меня по-прежнему зовут Арсений. И ты был на канале Игроман. Покупай правильные игровые девайсы. Смотри их и выбирай на Е-каталоге. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот по бокам этой мышки А вот по бокам этой мышки мне понравилось А вот по бокам этой мышки решение А вот по бокам этой мышки решение разработчиков этой мышки А вот по бокам у этой мышки Поскольку здесь, ну, очень уж они тонкие И создается впечатление, что как раз-таки Задняя ножка почти что Ну а вторая чуть-чуть по запаристей Это конкретно замена самой оплетки Ну или же провода в целом По запаристей Вот это сказано Что касается Сенсор Сенсор Новоценсор Это Новоценсор соответствует стоимости этой мышки Под основными кнопками находятся микрорки от Amaro на 20 миллионов нажатий Клик достаточно тихий По сравнению с теми же самыми Можно строить не только и подсветку Но еще и Разобрав эту мышку Внутри обнаружил 20 смд светодиодов Впаянных по кругу Ну а во-вторых За счет той самой 5 миллиметров Не знаю кому такая высота На самом деле регулирования Правой расположена на правой кнопке Я отправлю ее абсолютно бесплатно Любому участнику Точнее в описании под этим видео Ну а Блэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ